Добрый вечер! Безусловно, самое цитируемое интервью этой недели — это заявление главы Ростуризма Олега Сафонова. Он вдруг заявил, что россиянам, ну то есть нам с вами, в общем-то, не нужен пляжный отдых. Цитирую. «Необходимость пляжа и моря — это во многом навязанный стереотип последних лет, который мы уже воспринимаем как собственное мнение. Наши предки, даже обеспеченные, не ездили массово на заграничные моря». Конец цитаты. Ну что тут скажешь? Действительно, не то, что предки, а даже вот мои родители, например, ни разу не ездили за границу, потому что в Советском Союзе это было даже не то, чтобы дорого, а просто совсем невозможно. Мне правда казалось, что Советского Союза-то больше нет. А в общем интернет-пользователи отреагировали на заявление господина Сафонова очень бурно. Кого-то возмутило недостаточно глубокое знание теории эволюции, ведь много миллионов лет назад наши предки все ж таки любили море, ведь они жили в море. Другие стали фантазировать, что же еще такое можно запретить, чтобы стать еще ближе к предкам. Я приведу только самые безобидные, на мой взгляд, цитаты. Необходимость дорогих машин у чиновников это стереотип последних лет. Наши предки, даже обеспеченные, ездили на лошадях. Хождение на двух ногах не является необходимостью для россиян, это дань моде. Наши предки сотни миллионов лет бегали на четвереньках. Не будем дальше продолжать. В общем, можно было все это весело обсудить, сказать, что человек брякнул, не подумав, и забыть. Однако у господина Сафонова, который считает отдых на море навязанным стереотипом, обнаружились две виллы на пляже, у моря и не где-нибудь в Крыму, а на Сейшельских островах. Одна вилла 170 квадратов, другая 368, это не считая нескольких квартир в России, Мерседеса, Бентли и так далее. Впрочем, сам Сафонов заявил, что свои виллы на Сейшелах уже продал. Видимо, сразу, как только осознал, что желание купить их было не его собственным мнением, а навязанным стереотипом. В общем, как правильно написали РИА новости, виллы на Сейшелах не мешали главе Ростуризма «Родину любить». Но виллы вилами, а официальное ведомство поддерживает господина Сафонова в его не особой любви к заграничным воежам. Так накануне Роспотребнадзор заявил, что отдыхать за границей еще и вредно для здоровья. Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что организм, особенно детский, не стоит перенапрягать сменой климата и перечислила угрозы. В Финляндии дифтерия, в Польше туберкулез и ВИЧ, в Китае птичий гриб, в Индии свиной гриб, в Азии лихорадка Денге, а в США бубонная чума. В России, по мнению главного санитарного врача, ситуация стабильная. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. Кстати, Магаданская область, где как раз протекает река Колыма, занимает вовсе не последнее место в рейтинге самых привлекательных для туризма российских регионов. Составили уже и такой рейтинг. А последнее место занимает любимая президентом Тыва. А наш любимый Красноярский край уступает по привлекательности даже в Магаданской области, где протекает река Колыма. И это несмотря на то, что в Шушенском районе, например, уже модульные туалеты поставили. Ну а первые места в рейтинге привлекательности занимают Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Крым. Кстати, в Крыму уже и свет наконец-то дали. Так что необходимо съездить на заграничные моря отпало окончательно и, судя по всему, без поворотов. Счастливо оставаться! На этом пока все. Всегда ваша Юлия Сорокина. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok